Приветствую вас, Интернациональная аудитория! Если на вашем участке есть камень или вы привезли разной формы, не расстраивайтесь, все это поправимо. Любой камень укладывается. С любого камня можно строить разные заборчики, подпорные стенки, дренажную систему, все что угодно. И даже если у вас рваный, то есть без геометрии камень, его можно всегда красиво положить. Вы видите на видео, как стою я, то есть насколько это высокий подъем. Если бы мы подсыпали землю, и сделали наши дорожки, конечно, это все ненадежно. Мы же от твердой почвы. Сначала делали дренажную систему, и потом уже выгоняли наши камни, для того чтобы положить вот эти замечательные дорожки, чтобы они были украшением. Для того, что мы успели сделать на этом месте, это уже как визитная карточка острова. Потому что нигде на острове никто не проделал столько дорожек, сколько проделали мы. Как сделать дренажную систему на участке? Зачем необходима дренажная система? Здесь подвалное помещение, чтобы был хороший отек воды, если она попадает, чтобы она уходила, чтобы она просто стояла и застаивалась, и проникала в виде сырости вовнутрь. По этой причине должна быть дренажная система. У нас высота подпорной стенки метр, почему бы под ней не сделать дренажную систему? Мы просто раствором замазали, чтобы вода уходила. Все! И это как страховка идет. Вот видите, у нас идет ложбинка, то есть желобок. Потом мы выставляем камни, в середину засыпаем большие и маленькие камни. для того, чтобы дренажная система не слезала к морю. И так же самое вот эти дорожки, которые идут в ту сторону, потом дорожка 70 см идет параллельно к следующей дорожке. Огородный вариант. Здесь внутри будет маленький огород. На другом объекте мы делали его просто под верхнее покрытие, но все остальное закрывается. Здесь же будет открыто. Здесь все будет рассматриваться. Очень много камня уходит, очень много труда, но оно того стоит. С этой стороны заборчик сложенный на сухую. Сверху поставлен козырек, пирамидка, и все это долго стоит. Практически создана вторая речка. Речка одна, речка вторая. Ну, такой защитный вариант. Вдруг слишком сильный ливень будет. Если здесь будет переполняться, или оттуда не будет усыпать вода, она будет потихоньку уходить. Вот там, если мы посмотрим, там более сделано под землю. Мы должны спрятать эти камни. Здесь же будет все открыто. Что касается каменной сухой кладки, я вам скажу, что расклин является главной атрибутикой каменной кладки. За счет расклина наши камни будут стоять долго и хорошо. Его можно даже не обрабатывать. Я просто положил, и он стоит. Без расклина это не кладка. Это просто шатающие камни. Он все равно упадет когда-нибудь. То есть, на всех сторон расклин. Это главная атрибутика каменной кладки. Сейчас я вам покажу, как можно из разновидностей камня положить любую стенку или заборы. Вот она натянута нитка. Это уровень нашей дорожки. Отсюда начинается дорожка. Поэтому натягиваем нитки для того, чтобы выгнать нашу подпорную стену. У нас идут вот такие камни. Разные камни. Камни мелкие, камни большие. Если у вас каменистая почва, вы можете взять и поставить с левой, с правой стороны большие валуны камней. Засыпали мелкими камнями и собрали на огороде. И все у вас красиво получается. С одной и с другой стороны стенка в середине мощная, дорогая. В данный момент здесь обработан камень не сильно четко. Просто сделана структура камня, скелет камня. То есть нижняя платформа, лицевая и верхняя платформа. То есть вот это я называю скелетик. Вот видите скелетик? Вот сюда раз камушек закладывается, любой даже камушек расклинивается. И потом вот даже вот такие камушки, видите, вполне естественно стоят, вполне хорошо. И сверху уже можно свободно класть, перемыкающий камень. Все. Теперь мы производим забутовку теми же камнями, чтобы не было проемов. Вот мы забутовываем полностью. Закидываем в каждую щель, чтобы пустоты камня не было. Пустота, она разрушает. Выравниваем, и потом кладем на вот такую кладку следующий камень. Для того, чтобы поставить любой камень, любой, какой бы вы не брали, любой или косой, обязательно нужна нижняя платформа. Вот как у меня, видите, нижняя платформа. Я его вымастил, я его расклинил, нижний камень, и теперь я могу уже смело ставить наверх любой камень, который мне нравится. А мне нравятся хорошие камни, с хорошим лицом, нижняя платформа есть. Вот смотрите, он у меня хорошо становится. Смотрите, я вымастил, теперь я его просто расклиниваю со всех сторон. Эта кладка, она не будет заметна, здесь будет зная, здесь просто сухая кладка, просто как попало положено, чтобы оно держалось. Будет бетон, будет дорожка, но принцип кладки, он одинаковый везде. Поставили вот камень, обязательно его расклинить со всех сторон, мелкими камнями, вот такими камушками, необходимо расклинить, вот так, мелким щебнем, вот таким, как вот у меня. Вы это самый раз, расклиниваете, и все, и как бы делаете определенную платформу, вот ваша платформа. Теперь я могу сверху еще поставить камень, камень, который мне нравится. Вот, мне нужно приблизительно там, 25-30 сантиметров. А еще лучшее, когда вы закончили работу, можете взять камушки, ведро с камушками, вот, молоток, потихонечку, как вы любите, сесть на свой пенечек, и расклинивать это все. Вот так можно сделать, и это будет самое лучшее, самое хорошее, хорошо, потому что он уже не уйдет вперед, он уже только, то есть, ложится назад, приобретает свой вес, свою силу, чтобы это была добротная работа, потому что я иногда смотрю, ребят, они набросали, набросали, наставили, наставили, и камни, как на хорошей стиле, как катаются. Иногда ребята берут там, с ведра, ба-бах, засыпали, загнали, но каждый камушок, в какой кладке, должен укладываться, перебраться мастером, и расклинка должна производиться. Когда вы кладете камни, здесь ваш ум упражняется, с вашей совестью отношения, она вас обличает, я знаю, что вы смотрите меня, тот или иной мастер, и не допускаете эти ошибки. Для того, чтобы не допускали, я вам рассказываю, как нужно строить камни. В первую очередь, делайте платформу, и потом сверху кладете камни, и все. Потому что многие поставили один камень, второй камень, третий камень, там, как попало, подперли, все самое, засыпали, все стоит, а потом раз, 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 и все. Для того, чтобы подпорные стены были нормальные, они должны идти вглубь камни, ложиться вглубь, тогда они уже никак не смогут рассунуться, а это будет работа на века. Здесь же, смотрите, у нас расстояние буквально 78 сантиметров высота, но я не боюсь за эту дорожку, это платформа для дорожки, потому что я знаю, что сверху будет бетон, потом идет сетка, потом вымашивать мостовую, вот, и сверху как бы будет мостовая, и никуда не денется, даже если, как бы, не сумеет вырваться на свободу, вот эти дорожки, ну как, на уши ничего не может быть, даже если она будет играть, земля там начнет осуваться, но мы же делаем квадратные, 5 метров, потом идет строительный шов, и это никуда не может деться, потому что, даже если одна платформа осунулась, ее можно всегда поднять, ее можно всегда, так сказать, разрушить, и новую подстроить, и это не принесет такого, как бы, вреда большого. Здесь будет земля засыпаться, любой камень, который бы не был в вашем дворе, это уже есть уровень, потому что камень создает вес, вас вес, и поэтому любая кладочка, которой она не была, она все равно является достопримечательностью, она является искусством, потому что он стоит, в любом случае, дороже, чем ваши современные материалы. И вот ты смотришь в другой раз, насколько люди уважали современные материалы, насколько для них это дорого обходится, и они их покупают, и в конце концов, через несколько лет переделывают, потом встраивают, и очень много людей даже не понимают, что в современное время можно строить этот камень, любой камень, он всегда будет смотреться хорошо, особенно если она добротная работа, особенно если она правильно положенная. Юра, а почему дренажная система под дорожкой? Ровно стены совпадают четко с контуром дорожки, можно же было положить как-то криво, как попало? Ну так, как попало и положено, но камень расклинен, вы видите, что нитка натянутая, и по нитке любая кладка, если она расклинена, она будет ровно красиво смотреться. С камнем можно работать на разных уровнях, с камнем можно сделать удивительные шедевры. Камень можно положить не красиво, как бы, но сделать растирочку, замазочку, и все это будет смотреться очень и очень великатно и красиво. И даже если у тебя на участке вот такая речка, или выложена из красивого камня, большого перепада нет. Перепад в качестве есть, но перепад, как в камне, его нет, потому что и то каменная работа, и эта каменная работа. Единственное, что на той работе хорошо обработали камень, а на этой работе он не обработанный. Но и то, и другая работа называется каменная работа, поэтому она всегда как бы в цене. Неплохо так смотрится, или у тебя на огороде, на речке грязь, или у тебя вот так выложено, и все это произведено за замуливание, и все, у тебя красивая речка, или красивая подборная стенка. Посмотрите, вот здесь камень практически не обработанный, но он смотрится очень красиво. Это шедевры кривого косого. Для необработанного камня положить вот такие заборчики. я думаю, что и вам нравится. Если вам не нравится, тогда делайте вот такие заборчики, если у вас, конечно, хватает финансов. И то, и другое камень. И то, и другое на одном уровне. И лишь немножко перевес идет, потому что то обработанный камень, а это не обработанный. То, что мы делаем, мы делаем как лучшие производители. Да, у нас нет доходов еще. Если вы знаете, как нам все это уравнять, чтобы и работа была красивая, и доходы были красивые. Подсказывайте, мы примем советы. О том, как мы сделали этот забор, смотрите в ссылке под видео. Итак, друзья, если у вас на ваших участках лежат, или уже давно остались необработанные, рваные, или просто гранитные камни, мы вам показываем одну из идей, куда можно применить. Это в дренажную систему. Как они были здесь заложены. Итак, сделали дренажную систему. Взвели подборные стены с левой стороны, с правой стороны, засыпали камнями. Сделали мостовую, засыпали землей. Результат. Здесь есть уклончик. Вода стекает в нужное русло. Но все равно здесь существует под низом дренажная система. Вот она пошла, аж оттуда, из-за угла, и выходит, проходит, проходит, за дальше. Крест. Еще можно много чего приусмерить. Цветочки посадить, деревца, кустики, валунчик привезти с моря, положить где-нибудь, маленький, побольше. И это все украшения, украшения двора. Мы выпустим несколько видео, как сделать дренажную систему, как сделать дренаж на участке. Поэтому следите за нашими видео. У нас есть мастер-класс, где мы в Владивостоке строили подборную стену с необработанного бутового камня, где мы просто клали камень на камень. Он хороший камень, жесткий камень. На самом деле, я вам скажу, что мастера нашего уровня очень сложно найти. Я не хвалю себя, я не хвалю кого-то, но я просто знаю, потому что я с этим столкнулся. Если я нищий, так сказать, духом, то есть самооценка немножко как бы занижена, так и у некоторых людей она слишком завышена. Ребята иногда приходят и не могут сложить камни камня, но они все знают. На языке они такие грамотные. Поэтому я вам скажу, что очень сложно найти мастеров. У меня уже есть свое поколение мастеров, которых я научил за счет моих усилий. Они приобретают опыт. И я уже могу так гордиться этим, потому что на самом деле это очень сложно. Это одно из самых сложных для меня, создать бригаду, обучить мастеров. Ставьте лайки, не забывайте ставить, и уважайте нас тут. Я получаю от этого удовольствие видео, хорошие ролики, когда люди рассказывают что-то про камни, показывают какие-то уроки, и доносят это до меня быстрее, чем я могу что-то сам понять. Итак, мастера, состоятельные люди, или люди, которые хотят сделать что-то в своих дворах своими руками. Одно желание, строите из камня, мастера, зарабатывайте! Зарабатывайте за счет наших уроков, то, как мы вам преподаем. Заходите к нам на сайт, подписывайтесь на YouTube, все в ваших руках. Спасибо за просмотр!